МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Марков Александр Владимирович. Доктор биологических наук. Ведущий научный сотрудник Палеонтологического института. Профессор Российской экономической школы. Автор книги «Эволюция человека» удостоенный премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу. Специалист в области эволюционной биологии. Автор более 150 научных публикаций, в том числе пяти монографий. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Давай. Тема нашей лекции – психогенетика. Как гены влияют на наше поведение. Так, ну, прежде всего, нужно ряд пояснений сходу сделать. Значит, прежде всего, когда мы говорим о влиянии генов и среды на какой-то признак. Будь то морфологический признак, там, внешний какой-то признак, будь то поведенческий или психологический признак, всё равно. Мы всегда имеем в виду не признак вообще, а различие, то есть вариабельность, изменчивость по этому признаку, который существует в природе или который получен искусственно в лаборатории. Значит, речь идёт всегда о различиях. Речь идёт о том, в какой мере изменчивость по признаку зависит от генетической изменчивости, вариабельности генов популяции и от вариабельности среды. Ну, вот, например, вопрос о том, какими генами определяется двуглазость, вот такой признак, что у нас два глаза, он не имеет глубокого смысла до тех пор, пока мы не обнаружим мутантов с каким-то другим количеством глаз. Ну, в данном случае таких мутантов можно найти. Бывают так называемые циклопы, с одним глазом рождаются дети у людей, у животных, и тогда можно выяснить, а какие гены у них изменены. То есть, какие генетические различия ответственны за вот эти выявленные различия в числе глаз. И можно найти соответствующие гены. Например, мы можем прийти к выводу, что ген двуглазости – это такой известный ген под названием Sonic Hedgehog. Но важно правильно понимать, что это означает и чего это не означает. Вот пример верных выводов из такого результата, что мутации гена Sonic Hedgehog могут приводить к одноглазости. Это верно. Для двуглазости необходима нормальная работа Sonic Hedgehog. Это тоже верно. А вот примеры неверных интерпретаций. Для двуглазости необходимо и достаточно иметь нормальный ген Sonic Hedgehog. Это неверно, потому что этого точно недостаточно, чтобы у нас сформировалось два нормальных глаза на нужных местах. На самом деле нужна слаженная работа очень многих генов, всего генома, по сути дела. Также неверно думать, что ген Sonic Hedgehog возник для того, чтобы обеспечить нас двумя глазами. У этого гена на самом деле очень много функций в эмбриональном развитии, и он занимается самыми разными вещами. И совершенно неправильно думать, что именно двуглазость является его основной заботой. Также неверно было бы думать, что этот ген играет важную роль непосредственно в формировании глаз. Этот ген непосредственно в развитии глаз не участвует. Непосредственно в развитии глаз запускается и руководится другими генами. А этот ген Sonic Hedgehog, мутации в котором могут приводить к одноглазости, в действительности он играет важную роль в разделении нашего мозга, конечного мозга на два полушария. И дальше уже вот эти два полушария, они уже дальше организуют формирование разных других структур, там лица, в том числе глаз. И если процесс разделения мозга на два полушария нарушается, то это через ряд промежуточных этапов может привести к тому, что у нас, у ребенка, у детеныша вместо двух глаз будет один в середине лица. Здесь показан одноглазый поросенок такой. Вот. То есть все на самом деле достаточно сложно. Теперь, после этого пояснения, я хотел бы сказать несколько слов о таких морально-этических вопросах, которые возникают в связи вообще с разговорами о том, что наша психика, наше поведение, наш интеллект зависят от генов. Не только от среды, воспитания, но и от генов. Вот. Многим, может быть, хотелось бы, чтобы все люди были от природы совершенно одинаковыми, обладали одинаковыми способностями, одинаковыми возможностями. Это соответствовало бы идеалам равенства, справедливости и так далее. Но факт состоит в том, что это не так. Что люди разные, люди все разные от природы. И различия между людьми определяются не только различиями в воспитании, но и во многом различиями в генах. Вот, например, можно встретить в литературе, в интернете вот такого рода графики. Это график распределения IQ, ну, это некая мера интеллекта у черного и белого населения США. Но этот график показывает, что средняя величина IQ у черных значительно меньше, чем у белых. Вот. Как мы должны относиться к такого рода информации? Замалчивать ее, скрывать, делать из нее какие-то морально-этические выводы? Можно ли оправдывать или, наоборот, осуждать расизм на основе подобных графиков? Это, на самом деле, очень важный, принципиальный вопрос. Вот в одной студенческой работе мне попалось такое рассуждение. Студент выбрал эту тему сам для написания эссе. Он привел эти графики и написал, как видно из графика, среднее распределение IQ черных меньше, чем среднее IQ белых. Но из этого еще не следует, что черная раса является инфериорной, ну, то есть какой-то там неполноценной. Как видно на этом же графике, среди белых есть люди с IQ меньше 60, и среди черных есть люди с IQ больше 140. То есть речь идет о вот этих хвостиках распределений, которые практически совпадают. То есть есть как очень умные черные, так и очень глупые белые. И поэтому никаких биологических ограничений на интеллектуальные способности нет ни у тех, ни у других. Ну, вроде все хорошо, но возникает такой вопрос. Ну, а если бы у этих распределений не оказалось этих тоненьких хвостиков, которые совпадают, вот не было бы таких белых меньше 60, черных больше 140, могло бы и так получиться. Что тогда? Следовало бы признать правоту расистов? Ну, очевидно, нет. В чем здесь дело? Значит, прежде всего мы должны понимать, что популяции людей, разные расы, разные народы, разные группы людей просто не могут не различаться по многим признакам и внешним, и психическим, интеллектуальным, в том числе по различным аспектам интеллекта, способности решать разные типы задач и так далее. Потому что разные человеческие популяции жили в разных регионах, у них разная культура, разная история, на них действовали разные факторы отбора. Совершенно невозможно с точки зрения статистики ожидать, что они будут во всем абсолютно одинаковыми. Различия есть. Но, правда, есть утешительный биологический факт, что внутригрупповая вариабельность генетическая у людей, как правило, намного больше, чем межгрупповые различия. То есть два произвольно выбранных представителя одного народа будут сильнее различаться друг от друга, чем средний представитель одного от среднего представителя другого. И поэтому оценивать людей по индивидуальным качествам не только этичнее, но и рациональнее, выгоднее, чем по групповым. Это хорошо. Кроме того, все различия между группами, это почти все различия между группами, это различия в частотах генетических вариантов. Вот таких различий, чтобы у одного народа у всех представителей один генетический вариант, а у другого народа у всех представителей другой генетический вариант данного гена, такого почти нет. Различия в частотах. То есть какой-то вариант у этого народа у 70% людей, у этого народа у 60% людей. Вот такого рода различия, как правило. Но доказывать, делать ставку на то, что различий вообще нет, что все люди одинаковые, или что все различия незначимы и несущественны, это проигрышный путь, потому что различия есть. Люди все разные, и мы должны с этим жить. То есть расизм неприемлем для нас не потому, что между расами нет значимых различий. Он неприемлем как бы вопреки имеющимся различиям. И на самом деле утверждение вот этой этической нормы, неприятие групповых оценок, в том числе расизма, сексизма и так далее, это сравнительно недавнее достижение культурной, а не биологической эволюции человека. Вообще-то от природы люди склонны к групповым оценкам. То есть это культурное явление. И самое главное, что, как мне кажется, наук, биологию, естественной науки вообще не следует использовать для решения вопросов о добре и зле. О том, что хорошо, что плохо, что лучше, что хуже. Наука должна оставаться этически нейтральной. Вопросы о добре и зле пусть решаются в рамках культуры нашей. К тому же нужно иметь в виду, что невозможно разделить, скажем, людей или популяции на лучших и худших, потому что способности, свойства нашей психики, нашего мышления очень разнообразны. Если человек не умеет чего-то одного, то он может уметь лучше других что-то другое. Вот это примеры картинок, три рисунка лошади. Вот один из них нарисован обычным восьмилетним ребенком, другой нарисован Леонардо да Винчи, третий нарисован аутичной девочкой восьмилетней, которая, ну, сильная форма умственной отсталости, она не может разговаривать, не может поддерживать разговор, не может ответить на простейшие вопросы, но при этом вот так прекрасно рисует. Различия между людьми и между группами людей в целом отчасти обусловлены генетическими, отчасти средовыми факторами. Среди признаков, которым приложимы какие-то моральные оценки, которые мы склонны оценивать в категориях «хорошо-плохо», такие признаки, как ум, доброта, честность, агрессивность, чистоплотность, общительность, законопослушность и так далее, вот все такие признаки, почти все, они зависят отчасти от генов, отчасти от среды. Среди них почти нет таких признаков, которые определяются генами на 100%, ну и таких, которые вообще не зависят от генов, тоже нет. Обычно генетические влияния на признак где-то в пределах 10-50%, если мы говорим о психологических признаках, таких базовых. Таким образом, люди все разные, группа людей тоже разные, это не расизм, это просто факт, и с этим надо жить. И, что очень важно, почти любые генетические особенности могут быть скомпенсированы в той или иной степени воспитанием, обучением, потому что нет строгого генетического детерминизма. В генах не записано, насколько мы будем умными, или насколько мы будем знать математику. В генах записаны только некие вероятности и предрасположенности, которые можно компенсировать. И поэтому практически каждый человек, но за исключением серьезных каких-то наследственных заболеваний, отклонений, умственной отсталости и так далее, почти каждый человек способен стать полноценным членом общества. Ну, правда, одним это дается легче, другим труднее, но, тем не менее, благодаря этому возможно и разумно следование принципу равенства прав и равенства ответственности. И еще нужно подчеркнуть, что генетические причины человеческих поступков, они многими людьми воспринимаются как какие-то вот фатальные, вот рок, роду написано, если у меня гены такие плохие, то значит, вот я ничего не могу с собой сделать. Но на самом деле, вот у меня такие гены, и меня так воспитали, это одинаково плохие оправдания в суде, потому что и генетические влияния, и средовые воспитания, там плохое воспитание, родители были, алкоголики, в школе была плохая компания, там учителя были плохие. Это все одинаково плохие оправдания в суде, потому что и то, и другое можно компенсировать, работая над собой, там, хорошими учителями, там, чтением книжек и так далее, и так далее. Это в равной степени компенсируемо. Единственная причина, которая позволяет считать нам генетику более фатальным фактором, чем влияние среды, состоит в том, что, как правило, повлиять на гены труднее, чем повлиять на среду. Хотя на среду часто тоже совершенно невозможно повлиять. Но корректировать генетические влияния можно, и для этого их нужно изучать. Как же соотносятся гены и поведенческие психологические признаки у людей? Вот в мечтах какого-нибудь генетика, который хотел бы, чтобы все было просто и ясно, взаимоотношения между генами и признаками выглядят вот так. Один ген, один признак, одно влияние, причинно-следственная связь, все хорошо и просто. Но на самом деле у реальных людей ничего подобного не наблюдается. Все гораздо сложнее. Трудность первая называется плеотропность. Плеотропность генов, которая состоит в том, что каждый ген, как правило, влияет не на один, а на множество признаков. А вторая трудность – это мультигенность. На каждый признак влияет не один ген, а множество генов, как правило. Третья трудность называется эпистаз, или межгенные взаимодействия. То, как данный ген влияет на данный признак, зависит еще и от других генов. То есть одни гены влияют на то, как другие гены влияют на признак. Это называется эпистаз. И, наконец, четвертая трудность – влияние факторов среды. Факторы среды, воспитание, родители, семья, друзья, учителя – все это влияет на наши психологические и умственные признаки наряду с генами. И факторы среды могут влиять как непосредственно на признак, так и на то, как тот или иной ген влияет на этот признак. То есть получается такая сложная, запутанная сеть причинно-следственных связей. И надо сказать, что вот в этой сети большинство стрелочек, на самом деле, очень тоненькие, очень слабенькие. То есть каждый отдельный ген на данный признак влияет лишь чуть-чуть. И каждый фактор среды тоже. Поэтому изучать все это, распутывать этот клубок довольно трудно. Таким образом мы поняли, что каждый поведенческий и психологический признак зависит от сложного комплекса, от целой такой паутины генетических и средовых факторов. Распутывать этот клубок трудно, а можно что делать? Можно искать отдельные стрелочки. Для этого ищут корреляции между признаком и факторами генетическими или средовыми. Но вот проблема в том, что большинство стрелочек очень тоненькие, влияние очень слабое. Поэтому, чтобы их выявить, нужны огромные выборки. Десятки, сотни тысяч людей нужно исследовать, чтобы найти тоненькую стрелочку. Ну а то, что удается выявить на реалистичных каких-то выборках, которые могут исследовать генетики, сотни тысяч человек в лучшем случае. То, что удается выявить в таких исследованиях, это самые толстые стрелки в этой сети. Это как бы вершина айсберга. Самые сильные влияния генов или факторов среды. Но, тем не менее, вот это направление развивается. И второе, что можно делать, это можно количественно оценить соотношение доли генетических и средовых факторов. Не разбирая конкретно, какие гены и какие факторы среды влияют на данный признак, мы можем количественно оценить, какая часть изменчивости зависит от генов, какая часть изменчивости зависит от факторов среды. И это называется определять степень наследуемости признака. Что такое наследуемость? Значит, всю вариабельность, которая есть в популяции по данному признаку, все различия. Ну, любой признак возьмите, там, доброту, математические способности, или хоть любовь к кошкам, будет какая-то вариабельность. Вот есть люди, которые совсем не любят кошек, есть люди, которые любят кошек, есть люди, которые просто без ума от кошек. Есть какой-то спектр изменчивости. И наша задача определить, какая часть вот этой вариабельности зависит от генетических вариантов, от того, какие у человека гены, и какая часть зависит от среды. Вот существует такой замечательный метод, близнецовый анализ, который позволяет разложить эту вариабельность по признаку на три части. Первая часть – это наследственная вариабельность генетическая. Вторая часть – это та часть изменчивости, которая определяется условиями среды, которые общие для близнецов из одной пары. Это, в первую очередь, семья. Но на самом деле мы не знаем, какие именно условия среды являются одинаковыми для близнецов, которые растут в одной и той же семье. Но какие-то являются. И вот их влияние мы можем измерить. И третья группа, и третья часть вариабельности по признаку – это вариабельность, которая определяется условиями среды, разными для близнецов из одной пары. Опять-таки мы не знаем, какие именно факторы среды, разные для этих близнецов, но какие-то для них разные. И вот мы можем измерить их вклад в формирование изменчивости по признаку. А наследуемостью называют отношение наследственной вариабельности к общей вариабельности. Вот и всё. Та доля изменчивости, которая зависит от генов, делим на всю суммарную изменчивость. Это и есть наследуемость. Близнецовый метод. Значит, суть его в том, что берут много-много пар близнецов двух разных типов. Бывают монозиготные близнецы, у которых гены абсолютно одинаковые. У них нет генетических различий. Они из одной оплодотворённой яйцеклетки развиваются. И бывают дизиготные близнецы, которые развиваются из двух разных яйцеклеток, и у них гены только наполовину идентичны, а во второй половине генов могут быть различия. То есть у них степень генетического сходства, у дизиготных близнецов, такая же, как у обычных братьев-сестёр. И есть случайные пары неродственных людей. Вот, соответственно, мы берём три группы таких пар, и для каждой группы пар подсчитываем величину различий по признаку, среднюю величину различий по признаку. И вот строим такой график. Соответственно, у монозиготных близнецов различий будет меньше всего, у дизиготных различий будет побольше, у случайной пары ещё побольше. И, соответственно, высота первого столбика отражает ту часть изменчивости, которая определяется третьей группой факторов. Это различающиеся факторы среды. Потому что всё остальное у них одинаковое. Семья у них одна и та же, гены у них одни и те же. Значит, вся изменчивость, которую мы видим у монозиготных близнецов, это изменчивость определённой третьей группы факторов. Различия между дизиготными близнецами складываются тоже из этой третьей группы. И плюс часть генетической изменчивости сюда попадает, потому что наполовину у них гены разные. И, наконец, в случайной паре мы видим как бы всю изменчивость, весь размах изменчивости, который есть в данной популяции, все три части. И вот сравнивая высоту этих трёх столбиков, можно оценить эти три части и, соответственно, вычислить генетическую вариабельность и вычислить наследуемость. Ну вот здесь показаны, для примера, разные ситуации, которые могут наблюдаться. Вот в первом случае это ситуация, когда наследуемость нулевая, потому что монозиготные и дизиготные близнецы имеют одинаковый уровень различий по признаку. Это значит, что гены вообще не влияют на этот признак. А роль семьи очень велика, потому что первые два столбика намного ниже третьего. Второй график отражает ситуацию, когда наследуемость очень высокая, роль средовых факторов низкая. Третий график – такого не может быть, потому что дизиготные близнецы здесь имеют меньшую степень различий, чем монозиготные. Если получилось такое, значит, мы допустили какие-то грубые ошибки в своём исследовании. А вот последний график – это типичная ситуация для именно поведенческих и психологических признаков, которая говорит о том, что сильнее всего влияние, влияют на признак, факторы третьей группы. То, что различается для близнецов из одной пары. То есть, грубо говоря, все средовые влияния, кроме семьи. На втором месте по важности генетика идёт, на третьем месте семья. Вот это, кстати, один из сюрпризов, что влияние семьи оказалось меньше, чем многие могли бы подумать. Если наследуемость больше нуля, а в большинстве случаев, вот для большинства психологических поведенческих признаков людей наследуемость больше нуля, это значит, что этот признак может эволюционировать здесь и сейчас под действием отбора. То есть, если бы прилетел какой-нибудь сверхразумный марсианский селекционер, и ему захотелось бы заняться выведением разных пород людей путём отбора, селекции, то у него бы это получилось. Наследуемость большинства признаков у нас не нулевая, значит, человеческая популяция откликнется, ответит на отбор. И значит, что этот марсианин смог бы вывести породу особо умных людей, породу людей, очень сильно любящих кошек и так далее. Собственно, здесь показано так называемое уравнение селекционера, который отражает связь между силой отбора, наследуемостью и реакцией на отбор. Чем выше наследуемость, тем сильнее отклик на отбор, тем быстрее будет меняться признак под действием отбора. Если у признака наследуемость нулевая, то такой признак не может эволюционировать сейчас. Такое тоже случается. Если говорить о поведенческих признаках человека, небольшой процент признаков вроде бы не зависит от генов. Но это не значит, что этот признак не эволюционировал в прошлом, потому что он мог эволюционировать в прошлом. Раньше была какая-то наследственная изменчивость, но теперь ее нет, потому что отбор уже зафиксировал те аллели, которые были полезны, отбросил те аллели, которые были вредны, и изменчивости не осталось. наследственной изменчивости по этому признаку не осталось. Он больше эволюционировать не может, пока не появятся новые мутации. Нужно дождаться появления новых мутаций. Чтобы выяснить, эволюционировал ли данный ген, нужно уже сравнивать человеческий геном с другими видами животных, например, с шимпанзе или с неандертальцем, о чём мы говорили в прошлый раз. Наследуемость признака не является раз навсегда заданной величиной. Вот, например, если унифицировать для всех особей среду обитания, то что произойдёт с наследуемостью? Если среду обитания сделать абсолютно одинаковой для всех особей нашей популяции, то с наследуемостью что произойдёт? Наследуемость вырастет. Потому что только гены теперь будут влиять на изменчивость. Среда вся одинаковая, она уже не влияет, не может влиять на изменчивость по признаку. Значит, вся изменчивость, которая останется, это генетическая изменчивость. Если вести отбор по какому-то признаку, то наследственность уменьшится, потому что уменьшится наследственная вариабельность. Мы будем отбирать одни аллели, отбраковывать другие, наследственная изменчивость будет меньше, соответственно, наследственность признака уменьшится. То есть признак постепенно будет всё хуже и хуже отвечать на отбор. И опять-таки, когда мы исчерпаем запас изменчивости, нужно будет дожидаться новых мутаций. Если вывести линию генетически идентичных особей, такое возможно на мышах, скажем, сделать, где все осве будут одинаковые, как близнецы монозиготные, то в такой линии вся вариабельность, которая есть, это средовая вариабельность. Гены у них одинаковые, значит, наследуемость любого признака будет такой популяции равна нулю. Ну, а если в этой линии появятся новые мутации, влияющие на признак, то наследуемость, соответственно, снова вырастет. То есть наследуемость – это переменная величина. И вот три закона генетики поведения человека. Но это не совсем законы, это скорее эмпирические обобщения, это выводы, которые сделали генетики на основании сотен тысяч исследований, которые были проведены, в том числе при помощи близнецового метода. Общие закономерности. Оказалось, что большинство, если не все, поведенческие, психологические признаки в современных человеческих популяциях, зависит от генов. То есть наследственная изменчивость больше нуля. Следовательно, они имеют ненулевую наследуемость и могут эволюционировать здесь и сейчас, если только будет действовать соответствующий отбор. Они будут эволюционировать. Второе обобщение. Второй вывод. Влияние генов обычно сильнее, чем влияние семьи или общих внешних факторов. И третье правило. Влияние различающихся внешних факторов, как правило, сильнее влияние генов на поведенческие признаки у людей. То есть вот такое распределение. Важнее всего различающиеся внешние факторы на втором месте гена, а на третьем месте семья. Но в действительности, конечно, все сложнее, потому что генетические средовые факторы влияют на признаки не по отдельности, а комплексно. И среда может влиять на характер влияния генов на признаки и так далее. Мы об этом еще поговорим. Ну вот несколько примеров конкретных исследований, которые показывают влияние генов на те или иные наши признаки. Вот, например, наше предпочтение при выборе брачного партнера. Партнера для долговременных отношений. При помощи близнецового анализа было показано, что примерно 20% различий по оценке важности таких критериев, как доброта, ум, здоровье, внешняя привлекательность, образование, религиозность и так далее, определяются генами. То есть от генов зависит на 20%, насколько важными вы считаете, чтобы, например, ваш будущий муж был очень умным. Или это для вас менее важно. Вот это на 20% определяется генами. В другом исследовании пытались посмотреть, а влияют ли гены на то, какого брачного партнера мы себе реально находим. То есть простирается ли власть генов не только на наши желания, но и на реализацию этих желаний. Зависит ли от генов то, какого мужа, какую жену мы себе нашли в итоге. Вот оказалось, что в этом случае наследуемость пренебрежимо мала. То есть гены дотягиваются до наших желаний, но не дотягиваются до их реализации. Ну, очевидно, просто потому, что для приобретения идеального брачного партнера, такого, которого нам хочется, ну, одних желаний недостаточно. А нужно еще и много всего другого. Вот такие признаки, как доброта, альтруизм, склонность делать добрые поступки, бескорыстные, тоже имеют отчасти наследственную природу. Близнецовый анализ показал, что склонность к добрым поступкам, доверчивость и благодарность имеют наследуемость в пределах 0,1-0,2. И выявлены некоторые конкретные гены, которые влияют на эти признаки. То есть мутации, изменения этих генов могут повлиять на вероятность того, что вы вырастете более добрым, там, менее добрым, склонным к благодарности, менее склонным к благодарности. И конкретные гены, которые отвечают за это, влияют на это, это гены рецепторов окситоцина и вазопресина. Это два такие очень важные вещества, нейрогормона, которые влияют вообще на наше социальное поведение, на наши отношения с другими людьми, дружбу, любовь и так далее. Ну, таких исследований, где показано влияние какого-то гена на какой-то признак, их бесчисленное множество, таких работ, там, известные гены, влияющие на вероятность, там, например, алкоголизма, никотиновой зависимости, наркотической зависимости, ну, разных заболеваний, конечно, и так далее, и так далее. Ну вот более сложное, более интересное направление генетических исследований, которое стало развиваться совсем недавно, это уже попытки расшифровать не отдельные стрелочки вот в этой паутине, которые я вам показывал, а какие-то комплексы, какие-то группы взаимосвязанных стрелочек, то есть совместное комплексное влияние генов и внешних факторов на разные сложные поведенческие признаки. Вот в одном из исследований, например, изучалось совместное влияние генов и социального окружения на такой сложный признак, как политические убеждения. Ну, там люди должны были заполнить анкету и оценить собственные политические взгляды на такой либерально-консервативной шкале. То есть человек должен был указать, является ли он убежденным либералом, или там умеренным либералом, или там цены, ну, или консерватором и так далее. Вот. А потом смотрели, как это зависит от генов и от разных факторов среды, которые влияли на этого человека. И вот там было как раз выявлено комплексное влияние. Оказалось, что у носителей одного из вариантов гена дофаминового рецептора типа 4, DRD4, у носителей одного из вариантов этого гена склонность к либеральным взглядам тем выше, чем больше у них было друзей в юности. Тогда как у носителей других вариантов этого гена политические взгляды не зависят от числа друзей. И ранее об этом варианте этого гена было известно, что он повышает склонность к авантюризму и к поиску новых ощущений. То есть возможная интерпретация этого результата состоит в том, что носители вот этого варианта 7R, гена DRD4, они более открыты новому опыту. Им больше нравится всё новое, необычное. Они более радостно воспринимают новизну. И если у такого человека в детстве много друзей широких, круг общения, он привыкает к тому, что люди разные, у них разные взгляды. Надо всех, так сказать, любить, дружить, что это не повод для вражды и так далее, и так далее. И он вырастает, у него взгляды более либеральные. Если же этого генетического варианта нету, то политические взгляды не зависят от количества друзей. Много ли, мало ли друзей человек вырастает, каким вырастает. То есть на нашей вот этой схеме с паутиной причинно-следственных связей данный результат можно было бы изобразить вот таким образом. Поведенческий признак, либерализм в данном случае, зависит от гена DRD4, но то, как он зависит от этого гена, зависит от фактора среды под названием количества друзей. Вот такая комплексная связь генов, среды и поведенческого признака. Так вот этот аллель-всемер гена DRD4, у него такое журналистское название генавантюризма. Показано, что носители этого аллеля более склонны к поиску новизны, к поиску новых ощущений. Для них часто характерна импульсивность, и у них, например, чаще встречается так называемый синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это когда ребенок плохо ведет себя на уроках, не слушает, все время возится, кидается бумажками. Американцы уже решили, что это болезнь, и пытаются ее лечить. Так вот, распределение этого аллеля, частота его встречаемости у разных народов очень разная. Она варьирует от 0 до 78% в разных популяциях. Максимально у индейцев американских, особенно у южноамериканских. Минимально у жителей Восточной Азии, например, у китайцев. В Европе чаще всего встречается у ирландцев этот аллель. И, например, почему мало у китайцев носителей этого аллеля? Предполагают, что там, где издавна существовали мощные государства, империи, вот как в Китае, централизованные государства, там аллель 7Р был вреден, потому что авантюрное поведение, поиск новизны, скорее всего, были вредны в такой централизованной империи со строгими законами, порядками. Там каждый должен сидеть на своем месте, выполнять свою работу и, как говорится, не выпендриваться. Авантюризм вреден, и носители этого аллеля оставляли меньше потомков, он отбраковывался. А вот у индейцев, у кочевых охотников, собирателей, наоборот. По-видимому, этот аллель был полезен, способствовал повышению репродуктивного успеха. И, по-видимому, аллель 7Р давал преимущество нашим предкам в ходе расселения сапиенсов после того, как они вышли из Африки около 100 тысяч лет назад. Ну, что, в общем-то, понятно. Когда идет расселение, заселение новых земель, то склонность к поиску новизны, такая открытость новому опыту, она может быть полезным признаком. Показано в Южной Америке, что частота аллеля 7Р выше у кочевых охотников-собирателей, чем у оседлых земледельцев. Ну, еще один пример, показывающий, как может действовать отбор на современные человеческие популяции вот по этому гену. У одной народности африканской, которая традиционно вела кочевой образ жизни, но часть этого народа уже перешла к оседлости, к оседлому земледелию. Так вот оказалось, что в тех группах этой народности, которые по-прежнему ведут традиционный кочевой образ жизни, носители аллеля 7Р, вот эти, условно говоря, авантюристы, питаются в среднем лучше носителей других аллелей. А в группах, которые уже перешли к оседлости, ситуация сменилась на обратную. То есть там преимущество имеет носители других неавантюрных аллелей. Это пример действия отбора. Но в целом большинство выявленных генетических влияний на характер и на поведение, напоминаю, это самые толстые стрелочки на вот этой сетке, которую я вам показывал, так большинство вот этих самых толстых стрелочек связано с генами, которые отвечают за передачу сигналов в нервной системе, за механизмы, посредством которых нервные клетки обмениваются сигналами в мозге. Примеры – это вот гены рецепторов, то есть гены белков, которые реагируют на вещества, при помощи которых нейроны обмениваются сигналами. Это дофаминовые рецепторы, от них зависит, там, скажем, склонность к алкоголизму, к наркотическим зависимостям, способность учиться на негативном опыте. Вот этот дофаминовый рецептор четвертого типа ДРД-4, о котором мы уже говорили, окситоциновые и вазопресиновые рецепторы, как я говорил, это вещи, связанные с социальными отношениями, с отношениями между людьми, дружба, привязанность, любовь и так далее. Рецепторы разных других сигнальных веществ нервной системы. Вот еще один пример неплохо изученного генетического влияния на поведенческий признак, ген МАОА, моноаминооксидаза типа А. Это фермент, который перерабатывает некоторые нейротрансмиттеры, дофамин, серотонин, норадреналин, вот эти передатчики сигналов в нервной системе, он их перерабатывает, то есть их становится меньше. И один из вариантов аллелей этого гена МАОА ведет к тому, что этого фермента в нервной системе оказывается слишком мало. И было замечено, что этот аллель повышает вероятность агрессивного и асоциального поведения. То есть просто-напросто было замечено, что у преступников этот аллель встречается чаще, чем у непреступников. Но потом, когда разобрались более подробно с этой ситуацией, оказалось, что аллель 3Р гена МАОА повышает вероятность асоциального поведения не всегда, а только в том случае, если у человека было тяжелое детство, если у него были детские травмы, там родители алкоголики, или вообще он вырос в детском доме, или там его били в детстве. Вот в этом случае наличие аллеля 3Р повышает вероятность того, что он вырастет преступником. А если у него детство было хорошее и благополучное, то тогда вероятность того, что он станет преступником, не зависит, вот того есть у него этот аллель или нет. И забавный случай юридической практики уже произошел в Америке. Там реально убийца заменили смертный приговор на какой-то длительный срок тюременного заключения, потому что адвокат сумел доказать суду и присяжным, что у подсудимого есть вот этот ген воина, Лель Триер, гена Маоа, и что у него было тяжелое детство. Судьи прислушались к этим доводам и отменили смертный приговор. И я, честно говоря, не знаю, как к этому относиться, правильно это или нет. С одной стороны, ну, вроде бы да, у человека была генетическая, его такая средовая предрасположенность, ему было трудно держать себя в руках, труднее, чем другим людям. Но с другой стороны, вы знаете, генетики обнаружили такой участок генома человека, наличие которого вообще резко повышает вероятность того, что человек станет убийцей. И этот генетический фрагмент есть у очень многих людей. Вот должны ли мы учитывать это в суде, там, смягчать наказание людям, если он убийца, но у него есть этот фрагмент ДНК? Вот в том случае, который я имею в виду, по-видимому, очевидно, нет, не должны, потому что я имею в виду фрагмент генома, который называется Y-хромосома. Да, если вы родились мужчиной, у вас есть Y-хромосома, вероятность того, что вы кого-нибудь убьёте, она существенно выше, чем если вы женщина. Но это не повод, чтобы смягчать ответственность. Эти генетические влияния все достаточно, ну, не настолько сильны, чтобы человек не мог их контролировать. Вот, ну, а эта ситуация с геном МАОА и агрессивностью, детскими травмами, её можно изобразить вот так вот. Ген МАОА влияет на признак агрессивности, но на то, как он влияет на агрессивность, влияет средовой признак под названием детские травмы. Ну, так опять же, комплексное влияние. Ну, и ещё один последний пример такого рода комплексного влияния. Очень интересное исследование, которое было проведено недавно на корейцах и жителях Соединённых Штатов. Там изучалось влияние вариантов генов окситоцинового рецептора на такой признак, как склонность искать эмоциональной поддержки у друзей. То есть, ну, вот, как говорится, плакаться в жилетку, жаловаться на жизнь. Ну, люди заполняли анкеты, отвечали на множество вопросов. В частности, они отвечали на вопрос там, если с вами случится какая-то неприятность, беда, то будете ли вы рассказывать об этом своим друзьям, искать у них эмоциональной поддержки и так далее. А потом ответы сопоставляли с состоянием генов этих участников эксперимента. И вот оказалось, что в американской популяции, в США, этот признак, склонность жаловаться на жизнь, зависит от аллельного состояния гена окситоцинного рецептора. Есть связь. Одни аллели повышают вероятность, другие снижают вероятность того, что человек будет жаловаться друзьям. А вот в Южной Корее такого влияния не обнаружилось. Там все люди очень редко жалуются на жизнь, и никакие гены на это не влияют. Ну, то есть, может быть, какие-то влияют, но окситоциновый рецептор не влияет. В чём дело? Почему такие различия? У американцев есть влияние, а у корейцев нет влияния? Известно, что там разная культура. В Соединённых Штатах такое поведение, жаловаться друзьям на жизнь, считается нормальным и хорошим. Ну, надо поддерживать дружеские связи, чтобы там не было секрет быть более открытыми. Это считается нормальным. Это не осуждается общественной моралью. А вот в Южной Корее, наоборот, там жаловаться на свои неприятности друзьям и знакомым считается очень неприличным, нехорошим, недостойным поведением. Оно осуждается обществом. Может быть, в этом дело. Вот в зависимости от общественного влияния, общественной морали, вот такого внешнего фактора, ген либо влияет, либо не влияет на признак. Ещё раз, здравствуйте, Александр Владимирович. Такой вопрос. Ген авантюризма. Очень интересно. Услышал я вообще, что такое ген существует. И ответьте на вопрос. Многие путешественники, экстремальные люди, которые занимаются покорением вершин, глубин, у них этот ген очень сильно развит, или это сила воли, или это увлечённость? Как это влияет? Это от генов зависит, или это одно и другое, и желание, и гены всё вместе? Ну, как я говорил, каждый поведенческий признак зависит от сложной сети взаимодействий генов, факторов среды и так далее. Вот нет таких поведенческих признаков, которые сильно однозначно зависят от какого-то одного гена. Когда находят такое генетическое влияние, находятся такой ген авантюризма, это значит, что одно из множества, один из множества факторов, которые влияют на признак, вот скажем, склонность становиться альпинистом или экстремальным путешественником, что один из множества факторов, которые влияют на этот признак, мы нашли. Это вот этот ген. Вот этот аллель немножко повышает вероятность того, что человек станет заниматься такими вещами. И можно предположить, что почти наверняка среди экстремальных, скажем там, альпинистов, путешественников, частота встречаемости аллеля 7Р гена ДРД4 несколько выше, чем в среднем по популяции. Вот это, скорее всего, так. Но не более того. Разумеется, большинство экстремальных путешественников не имеют этого аллеля, а большинство носителей этого аллеля не являются экстремальными путешественниками. Просто немножко повышается вероятность. То есть реально эти влияния, о которых шла речь, они достаточно слабые. Они являются только в больших выборках статистически.